Спасибо большое. Добрый вечер всем. Я должен вам сказать, что очень волнуюсь перед каждым занятием, потому что темы, которые мы с вами разбираем, может быть, несколько по моей вине, они очень сложные. И очень боюсь, что что-то будет непонятно, но сдаваться, отступать, понижать планку не хочется. Так что мы, обратившись ко Всевышнему за помощью, мы с вами постараемся проникнуть еще, может быть, еще глубже или еще основательнее, скажем, в сущность Талмуда. На сегодня я приготовил для вас такую тему, как Агада, тема совершенно неизученная, тема, которая очень мало затрагивается. В Ешивах обычно так, если задают на дом приготовить несколько листов, то учитель часто говорит, ну, вы не пугайтесь, я вам дал семь листов, но четыре из них – это Агада, то есть заранее можно пропустить. Подход очень такой, я бы сказал, неправильный, Агада очень важна, и мы пытаемся с вами в этом убедиться. И постараюсь как бы вам представить всю такую подноготную или скрытую сторону Агады, которая фактически представляет собой такую невидимую нить, невидимую структуру Талмуда. Но прежде чем к этому приступить, несколько слов и несколько замечаний относительно прошлой нашей темы, вывода Галахи из текста Торы, тех выводов, которые отражены в Талмуде. Я бы еще раз хотел вам показать несколько примеров, что несмотря на как бы на кажущуюся железную логику, на кажущиеся железные рассуждения, на самом деле все очень-очень как бы подвешено, где-то логика прерывается, и мы с вами просто опираемся на мудрецов Торы, полагаемся на их мнение, полагаемся на то, что либо они знают традицию, либо они видят как-то целиком все проблемы, тем видением, которое у нас, к сожалению, его нету у наших современников, и они могут сделать правильные выводы. И вот то, что мы постараемся с вами в начале затронуть, так, я здесь сделаю шер, как обычно, вот, и мы с вами выходим на, да, мы с вами попадаем в трактат Псахим, на 25-й его лист, первую страницу, и я здесь перевел для вас кусок, который мне кажется очень-очень важным, и также характерным в том плане, в иллюстрации того, что в конечном итоге мы опираемся с вами на мнение мудрецов, да, вот, и, значит, здесь нам говорится, сказал Раби Яков, сказал Раби Ханан, так, пытаемся сейчас увеличить этот лист, чтобы вам было удобнее, чтобы он стоял посередине, и так, сказал Раби Яков, сказал Раби Ханан, все применяют в качестве лекарства, кроме дерева, которому поклоняются, на иврите Ашера. То есть он хочет сказать, что то, что использовалось для идолопоклонства, не может быть использовано для спасения жизни, даже если это лекарство может излечить неизлечимую болезнь человека, опасную болезнь, которой он может умереть. Как же это, как это понять, как это осмыслить? Если нет опасности, даже любой запрет не нарушается, говорят нам, да, то есть какое заболевание, если оно не опасное, то нельзя оттолкнуть и отодвинуть ни один запрет Торы для того, чтобы вылечить человека. А если опасность, и листья Ашеры годятся. А если есть опасность, то мы предполагаем, что даже можно взять листья Ашеры, дерево, которому поклонялись, и сварить из них лекарства для больного человека, который спасет его. Речь идет о том, что есть опасность. И тут Талмуд поясняет и говорит, что речь идет о случае, когда есть опасность, и об этом учили. И Раби Ли Эзер говорит, сказано всей душой. Раби Ли Эзер, учитель Раби Акиба, он говорит, что в Торе сказано, что Всевышнего следует любить всей душой. И это значит, что даже когда человеку грозит смерть, грозит смертельная опасность, он не может нарушить этот закон, запрет идолупоклонства, и даже не то, что поклоняться, но использовать то, чем пользуются идолупоклонники, для спасения. Всей душой, говорит Раби Ли Эзер, из этого следует, что человек в конечном итоге даже должен пожертвовать своей жизнью, и не только, когда речь идет о том, что его заставляют поклониться идолу. Нет, даже воспользоваться, даже воспользоваться идолом, в данном случае, в данном случае деревом, ашерой, он не может. Мы здесь не будем вдаваться во все подробности сложного этого момента, да, то мы пойдем с вами дальше. Когда пришел Равин, пришел обычно мудрецы Бавеля, как так говорится, когда пришел, это мудрецы Бавеля приходили в Эри Цесраэль, в землю Израиля, чаще всего в Яшиву Рави Юханана. Мы видели с вами здесь, что здесь Рави Юханан говорит, передает слова Рави Акова, это Рави Юханан, так вот к нему в Яшиву из Бавеля пришел Равин и сказал, всем можно лечиться, кроме запрещенных связей, идолопоклонства и пролития крови. Что значит запрещенных связей? Понятно, что в Торе есть родственники связи с которыми запрещены, и если представить себе древнюю медицину, то можно представить себе, что человек там заболел душевно, духовно, может он влюбился в кого-то, как это иногда бывает, вот его может спасти только связь с кем-то, но эта связь, она запрещена из Торы, запретом Торы, и тут ничего, тут ничего не поделаешь, его нельзя спасти, разрешив ему эту связь, ничего здесь не получается. И на изловопоклонство, говорит Равин, это мы разобрали, то есть мы говорим всей, как сказал Рави Лиезер, всей душою, нужно любить Всевышнего, и тут никак нельзя нарушить не только запреты идолопоклонства, но и такие запреты, которые как бы вокруг идолопоклонства, которые запрещают не только поклоняться идолу, но и пользоваться им. А вот запрещенные связи и пролитие крови, откуда это? да, то есть Равин сказал, что есть, есть три запрета, да, которые, которые никоим образом нельзя нарушить, даже для того, чтобы спасти человека, это идолопоклонство, запрещенные связи, пролитие крови, вот идолопоклонство нам объяснил Раби Леезер. А вот изобретенные связи и пролитие крови, откуда мы это знаем и как это мы выучим с вами, а насилие над обрученной женщиной говорится, над обрученной девушкой говорится в Торе, как если встанет человек на другого убить, так и это дело, то есть насилие приравнивается к убийству, как обрученную можно спасти, убив человека, да, так и нападающего можно убить, чтобы спасти человека, да, тут переходят в другую плоскость, да, и разбирают похожий закон, который называется Дин Рудеф, преследователь, да, потому что об обрученной женщине говорится, если в поле найдет ее человек, девушку, которая обручена и схватит ее и ляжет с нею, то умрет этот человек, который лег с нею. Здесь, вы понимаете, вот девушки, пусть не сделают не сделано будет ничего, да, потому что этот грех, как если бы стал человек и убил другого, да, и здесь немножко перекидывается на другую проблему, здесь говорится, что как если встанет человек на другого убить, так и это дело, и отсюда это сказано про девушку, да, и отсюда мы говорим, как обрученную можно спасти, убив человека, так и нападающего можно убить, чтобы спасти человека, да, то есть из закона о девушке мы говорим, что, поскольку говорится, что человеку этому полагается смерть, то его можно убить, если он нападает, да, и как убить нельзя, спасая жизнь, так и на обрученную нельзя претить, и как убить нельзя, спасая жизнь, дальше мы перекладываемся обратно на запрет убийства, да, мы понимаем, что как убить нельзя, спасая жизнь, так и на обрученную нельзя претить, спасая жизнь, другой момент, да, мы говорим, что из закона об убийстве мы учим про девушку, человека в другую сторону, как бы, человека нельзя убить, для того, чтобы спасти жизнь, так и на обрученную нельзя пройти, спасая жизнь, так и нельзя разрешить связь с обрученной женщиной, для того, нельзя разрешить связь с обрученной женщиной, получается, что никоим образом нельзя нарушить этот запрет, вот, но тут мы в конце это самое главное, мы говорим, а убить нельзя, спасая жизнь, откуда это? Мы, оказывается, Здесь предполагали, что нельзя убить человека, нельзя убить человека для того, чтобы спасти собственную жизнь. Откуда это? Соображение это. Говорится, что это то, что мы называем свора. Был случай, пришел человек к Краве и сказал, господин деревни велел мне, пойди убей такого-то, а нет, так убью тебя. Сказал ему, кто сказал тебе, что кровь твоя краснеет? То есть Рава запретил ему, Рава запретил этому человеку убить другого по настоянию некоторого нееврея, который хочет убить человека, но не своими руками, а руками вот этого человека, и угрожает ему также смертной казнью, что делать, невозможно убить другого для того, чтобы спасти свою жизнь. Это постановление Рава. И мы видим, что мы, скажем, запреты долупоклонства хорошо мы оставили в стороне. И по соображению раба Леозера, который сказал всей душою, значит, нельзя заниматься долупоклонством и даже использовать идол для того, чтобы спасти себя. С девушкой и убийством, если не даваться во все подробности, мы пытаемся, мы утверждаем, что насилие или, скажем, разрешить связь с девушкой ни в коем случае невозможно, потому что это похоже на убийство, а убийство запрещено даже для спасения жизни. И вот, когда мы приходим к этому выводу, убийство запрещено даже для спасения жизни, мы спрашиваем, откуда это известно. И здесь есть только соображение раба. Его соображение. Он не ссылается на Тору, он не ссылается ни на какое предложение Торе. Он говорит, что кто тебе сказал, что кровь твоя краснее. И нам остается только догадываться, почему он так сказал. Возможно, потому что он знает общее правило, что человек создан по образу и подобию, и любая жизнь ценная. И когда мы говорим, начинаем говорить о жизни человека, мы не измеряем ценность жизни. Нам не важно, кто мудрее, нам не важно, кто старше и моложе, нам не важно, мужчина или женщина, человек создан по образу и подобию. И это самое главное. Есть какой-то звук, что-то стучит, и это очень мешает, если кто-то... Окей. Да, все, я выкатываю. Окей. То есть я хочу обратить ваше внимание еще раз, что нельзя утверждать, что в Талмуде есть абсолютно логичный вывод. Есть железная логика, есть соображение, и есть построение, построение, построение. И в конечном сравнении, Пасуков в конечном итоге опирается на мнение мудреца, которое даже не ссылается на отрывок истории. Это важнейший момент. Можно ли поменять жизнь одного человека на другого? Ни в коем случае, говорит он. И здесь даже не разбирается. А если тот человек все равно будет убит, а если его убьют другие, то можно ли спасти себя? Нет. Точка. Нет. И остается только предполагать, что раба исходит из соображения, всякий человек создан по образу и подобию Всевышнего. Мне кажется, это очень важно понимать, чтобы не было, скажем, таких каких-то иллюзий, что можно взять и вывести закон из Торы. Или что можно где-то восстановить полную железную логику, построить какие-то правила, при помощи которых можно выводить закон из Торы. Талмуд, в общем-то, этим не занимается. Хочу привести вам еще один интереснейший пример, который тоже не опирается ни на какие, скажем, отрывки из Торы. Это у нас Талмуд, Бавли, Масехи, Сан-Ядрин, Сан-Ядрина, 106-й лист. И здесь говорится, «Сказал раба, Всевышний требует сердца», как сказано, «А Бог видит по сердцу». Так говорится в книге Шмуэля, что Всевышний смотрит сердце, Всевышний видит по сердцу. Надо сказать, что существует правило, что из пророков не выводят Галаху. И поэтому здесь раба не утверждает, что он ссылается на этот посуг, на это предложение из пророка, а он как бы просто, то, что называется, осмахта, опирается несколько на этот посуг, но точно утверждать невозможно. Откуда он взял это правило? Что для Всевышнего важнее всего искренность намерения человека, хотя это может быть и не Галахическое постановление, но имеющее очень большие последствия в жизни человека, в том, как человек ориентируется в жизни, в том, как он оценивает других людей. Вот такое высказывание, посылка раба, которую очень часто вспоминают, и очень много на него опираются, тоже висит в воздухе. И сейчас мы посмотрим еще один пример на эту тему, и потом, я надеюсь, мы с вами сможем перейти к Гаде, к которой я, честно говоря, немножко боюсь, удастся ли мне развернуть эту тему. Вот. Теперь, да, прежде о Гаде еще один момент, момент очень интересный. Это постановление рабе Акива, которое идет в противовес мудрецам, которые были до него. И здесь перекликается с теми вопросами, которые разбирались в то время и в нееврейской среде. Мы знаем, что Цицерон поднимал вопрос от такого плана, что вот если двое потерпели кораблекрушение, может быть, не двое, гораздо больше, конечно, но вот двое остались после кораблекрушения, и они держатся за доску. Доска не может выдержать их двоих. Что делать? Уступить одному из них доску или они лучше вместе потонут? Решение Цицерона в том, что пусть они лучше вместе утонут, и ни один не увидит смерти других. И вот когда мы берем с вами из трактата Баумицыя, такой момент здесь как бы все грани и время, и время, и мораль, и, скажем, неоднозначность решения такого вопроса, все это переплетается. Двое шли по дороге, и в руке одного из них кувшин с водой. Если оба выпьют, умрут. Если выпьют один, дойдет до населенного пункта. В общем-то, наверное, момент, который довольно часто встречался в жизни, когда люди должны перейти через пустыню, то есть определенное количество воды. Сегодня, когда выходят, скажем, на экскурсию в пустыню, то рассчитывают, сколько нужно взять с собой воды. Конечно, берут с опасом, но известно, сколько нужно человеку воды на определенное количество километров. И вот двое оказались в такой ситуации, когда один кувшин может помочь дойти одному из них, а двоим нет. И комментировал так Раф Птура, пусть лучше выпьют оба и умрут. То есть он пошел по пути Цицерона. И ни один из них не увидит смерть своего товарища. Каня пришел рабе Акива и не научил. И доживет твой брат с тобой. Твоя жизнь прежде, чем жизнь товарища. То есть тот, кому принадлежит вода, он ее забирает и идет. И, опять же, хотя рабе Акива здесь и опирается на отрывы Кторы, мы видим, что возможно и другое решение. Что имел в виду рабе Акива? Рабе Акива имел в виду, что прежде всего должен быть закон, должна быть черта закона. Потом люди могут поступить по-другому. Человек может отдать свой кувшин своему товарищу по тем или иным соображениям, проявить милость. Но рабе Акива, опять же, против того, чтобы один из них погиб. Потому что человеческая жизнь является величайшей ценностью. И, в общем-то, как бы по суду, мы, опять же, не сравниваем, кто из них мудрец, кто не мудрец, кто моложе, кто старше. По суду, тот, кому принадлежит вода, он и должен идти. И только, скажем, проявив милость, добровольно, по тем или иным соображениям, он может отдать воду своему товарищу. Опять мы видим с вами, что у нас есть некоторые традиции, взгляд мудреца на вещи. И как бы за этим мы так или иначе следуем. Опять же, здесь привязка к пасоку Торы, но я не думаю, что она настолько, как бы, настолько вот абсолютно, настолько она применима к этому случаю. И мы видим, что есть другое решение мудреца. Здесь бы я хотел с вами остановиться и перейти к Агаде. Если есть какие-то вопросы на этом этапе, я готов попытаться ответить. Вот сейчас я сниму Шиар. Вот у нас полный экран. И, пожалуйста, есть кто-то... Есть в чате вопрос. Есть в чате вопрос. Спасибо за подкастку. Впечатление, что там, где логика вывода нечеткая или спорная, мудрецы опираются не на известную нам информацию, а на собственное этическое чувство, но как бы не хотят, чтобы их в этом заподозрили. Ну, можно, можно так сказать, можно... Да, но можно так сказать, как вы говорите. Я думаю, что в этом нет никакого криминала, если остановиться на такой посылке. Но, в принципе, как бы мы понимаем с вами то есть самая главная мысль, которую хотелось донести, что нету четкого вывода, когда мы отправляемся, скажем, из пункта А, который является некоторым вопросом, и приходим в пункт Б, который является ответом по как бы совершенно проложенной дороге четкой логике. Это то, что мне хотелось бы подчеркнуть. То, что вы говорите, я готов принять как некоторые предположения. Весьма и весьма существенные. Вопрос можно, Розе? Да, пожалуйста. По поводу мнения Рава, по поводу смерти, кровкости, если тебя пришел убить, убей первый. По-моему, это четко сказано в Туре самой. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Почему мы? Здесь никто не пришел убить. Человек приходит к Рава, Крава, Рава, он пишется, Рэш Бет Алиф, он приходит к Рава и спрашивает его, меня заставляют убить человека, меня вынуждают убить человека, я нахожусь вот, и Рава говорит ему, ты не можешь поменять его жизнь на свою жизнь, ты не можешь его жизнь забрать, чтобы сохранять свою, сохранить свою. Ну да, это как сказное убийство, но в принципе, если тебя пришли убить, убей первым. Но это не относится к этому случаю. На тебя никто здесь, на тебя здесь никто не нападает. Это твой сосед, допустим, который живет рядом с тобой, у него самые мирные отношения по отношению к тебе, он чем-то не угодил, чем-то не угодил, так сказать, хозяину деревни, он хочет его убрать, устранить, не хочет это делать своими руками, приходит к тебе, угрожает тебе и заставляет тебя убить. Ответ нельзя убить другого. Нельзя в такой ситуации убить другого. Если человек нападает, тогда другое дело, но эти две ситуации не нужно смешивать между собой. Окей. Хорошо. Если нет больше вопросов, мы движемся с вами дальше, как я сказал, уже к очень трудной теме, которая называется Агада. Начнем, пожалуй, возьмем историю, которая приводится в пасхальной Агаде, Агаде, но она изначально находится в трактате Бароход. И постараемся ее разобрать. Может быть, после этого можно будет поговорить и о том месте, которое занимает Агада. То, что предварительно следует сказать, наверное, скажем, что Агада от слова Леогид рассказать, сообщить, поведать, Агада это некоторый рассказ. Рассказ этот может быть привязан к истории, а может быть не привязан к истории. В нем могут фигурировать исторические личности, а в нем могут фигурировать некоторые духовные сущности из духовных миров, которые нам совершенно незнакомые из жизни. Но в любом случае Агада представляет собой некоторый пласт Талмуда, от которого невозможно отказаться. Любая Агада, может быть, за исключением отдельных случаев, она не имеет простого смысла. Это некоторый шифр, который нужно постараться разгадать. Причина этого шифра, причина в том, что информация представлена таким зашифрованным образом, она заключается в том, что первое, говорить о духовных сущностях очень трудно, а второе, иногда мудрецы не хотели напрямую сказать то норовоучение, то наставление, которое они предпочитали все-таки зашифровать и не рассказывать его напрямую. И вот у нас в трактате Брахот и в нашей пасхальной Агаде, которую составляли те же люди, которые жили в период записи Мишны, у нас появляется вот такая Агада. сказал Рабе Леазар Беназария. Вот я выгляжу как семидесятилетний, но не удостоился узнать, из каких структуры выводится закон о том, что необходимо упоминать о выходе из Египта каждую ночь, пока не разъяснил мне Бен Зума. Ведь сказано, чтобы ты помнил день твоего выхода из земли египетской и все дни жизни твоей. Слова дни жизни указывают на то, что о выходе из Египта следует вспоминать в дневное время, а слово все дни жизни, все жизни твоей следует понимать как указание на то, что существует обязанность вспоминать о выходе из Египта и в ночное время. В самом деле, если дни это дни, то все дни это что-то большее, а именно дни и ночи. Теперь мнение мудреца по поводу этого пасука в котором говорится отрывка истории относительно чтения, относительно упоминания выхода из Египта и там говорится в этом пасуке все дни, как мудрецы комментируют это лишнюю информацию, когда сказано не просто дни, а все дни, как они это понимают. Мудрецы иначе выводили закон из этого отрывка который. Они говорили слова дни жизни твоей указывают на обязанность упоминать о выходе из Египта днем, а слово все дни жизни твоей появилось для того, чтобы распространить действия этой заповеди и на то время, когда придет Машиах. Дни это обычные дни, а все дни это и обычные дни, и те дни, которые наступят с приходом Машиаха. То есть мудрецы считают, в отличие от Бензама, что нет обязанности упоминать о выходе из Египта в ночное время, только днем. Если мы это делаем, то мы делаем это по постановлению мудрецов, по распространенному обычаю, но это не является непосредственной заповедью Тори. А вот когда придет Машиах, нельзя будет оставить это упоминание. теперь, значит, нам нужно понять этот смысл, нам нужно понять смысл этой Агады. Может быть, нам нужно начать с того, что кажется совершенно неважным. Вот говорит Рабель Азарбе Назаре, которому 18 лет, он говорит, вот я выгляжу 70-летним. Почему выгляжу 70-летний? Я как 70-летний? Ему 18, может быть, 20 лет в это время. И он посидел за одну ночь, потому что мудрецы хотели сделать его главой Сангедрина. Он пришел к жене, сказал ей об этом. Она ему сказала, что он не справится с такими мудрыми людьми. Все они седые, а он такой молодой. утром Равел Азар Беназар проснулся совсем седым, и возражение жены как бы отпало. И он стал главой Сангедрина и выглядел так же, как самые пожилые, самые умудренные опытом члены Сангедрина. Это происходило все явно после разрушения храма. И здесь нужно понимать, что здесь содержится определенный намек мудрецов, шифр мудрецов. Что значит взять и проспать как бы 70 лет и потом подняться, как ни в чем не бывало, и идти в Бейт-Медраж и изучать вместе с другими Тору. Оказывается, есть агода про человека, который считал, что это нельзя сделать. Нельзя проспать 70 лет, потом встать и подняться, как будто ничего не бывало. И это мудрец, который жил несколько раньше Рабеля Азарбе Назария. Он жил в период Елели и Шамая, может быть, даже еще старше их был, и жил до разрушения храма. И вот про него рассказывается. Все дни своей жизни этот праведник раздумывал над словами псалма и не мог понять их и не давало это ему покоя. Пес восхождений когда возвращал бог пленных Циона были мы как во сне. 70 лет вавилонского плена представлялись им сном. Тем, кто скажем выходит из Вавилона они оглядываются назад и 70 лет это все как во сне. И сказал Хони тогда Всевышнему может ли кто-либо проспать 70 лет не просыпаясь. может ли кто-то проспать 70 лет не просыпаясь. Хони Мягель взял этот псалом и он как это иногда бывает с праведниками он начал спорить со Всевышним. О чем он спорит со Всевышним? Вот псалом говорит что люди были люди были в изгнании и вернулись знания и как будто они спали и они проснулись пробудились это сна и как мы чувствуем из псалма и как мы чувствуем из псалма все было радостно и прекрасно и замечательно Хони Магель спрашивай может ли проспать человек 70 лет в этом его вопросе как мы себе представляем если мы немножко задумываемся есть вопрос ко Всевышнему Хони Магель живет в то время когда уже никогда утверждается римская власть и в общем-то есть предчувствие разрушения предчувствие разрушения храма в 60 году до этой эры в Иуду приходит Помпей и уже не уходит оттуда в 39 году до этой эры начинает править Гордус нееврей римский ставленник и в общем-то можно сказать что изгнание как утрата власти еврейская оно уже началось и Хони как бы видит вот этот путь к изгнанию куда история движется и он говорит всевышнему что ты делаешь спаси нас потому что из изгнания невозможно вернуться так так просто есть псалом были бы изгнания вернулись через 70 лет и все было радостно а я тебя спрашиваю может ли человек проспать 70 лет потом пробудиться как ни в чем не бывало то есть за его вопросом скрывается вопрос ко всевышнему можно ли будет вернуться из изгнания можно ли будет пережить это изгнание этот вопрос волновал волновал многих мудрецов изгнание которое продлится неизвестно сколько 70 лет это только образ как бы длительного изгнания как мы выберемся из этого изгнания как мы переживем его зачем ты отправляешь нас в это изгнание спасти нас говорит хони маги ответ всевышнего такой он говорит однажды хони шел по дороге и увидел человека который сажает стручковое дерево через сколько лет это дерево дает плоды спросил его хони ответил тот человек через 70 лет это агода находится расположена в трактате титанит если я не сказал вам через сколько лет это дерево дает плоды спросил хони ответил тот человек через 70 лет спросил его хони ты уверен что ты проживешь 70 лет сказал ему тот человек я когда пришел в этот мир нашел в нем стручковое дерево а и как отцы мои посадили для меня так и я сажаю для сына ну все просто вроде бы зачем нам такая простая мораль понятно что есть в этом некоторый подтекст или как можно сказать подконтекст и присел хони анагель поесть хлеб и охватила его дрема и заснул он подняли скальные выступы вокруг него скалы выросли вокруг него и скрыли его от глаз людей и проспал он 70 лет когда он проснулся он увидел человека собирающего плоды с этого самого стручкового дерева спросил он его это ты посадил это дерево сказал он ему я его внук сказал хони кажется я проспал 70 лет пошел он домой и спросил жив ли сын хони анагель сказали ему сына нет живых а сын его сына жив и здравствует сказал он я хони анагель и не поверили ему пошел он в бейтмедраж услышал как мудрецы говорят ясна понятно нам это мишна как в дни когда был хони анагель но когда он начал у меня здесь нет конца к сожалению но когда он начал говорить сам то никто не мог понять о чем он говорит и когда хони и сказал и и и и и и и и и что мы понимаем из этого да мы видим с вами спор мудреца со Всевышним претензию мудреца ко Всевышнему и он мудрец говорит что нельзя пережить изгнание Всевышний как бы говорит ему что ничего можно человек может проспать 70 лет встать и пойти ничего не случилось так народ вернется из изгнания и будет все в порядке хони магель и как бы да все все принимает да он видит он проснулся через 70 лет все как бы осталось на месте но духовность исчезла духовность пропала тора пропала и это то что он говорит Всевышнему конечно физически народ может сохраниться но ведь духовность будет невозможно духовность будет невозможно сохранить и это было было спор мудрецов того времени стоит ли склонить голову перед властью и ждать лучшего времени или или есть необходимость бороться с этой властью с ужасной римской администрацией которая убивала людей тысячами которая судила их по своему закону и казнила по своему закону наверное есть обязанность бороться встать на борьбу иначе мы просто не выживем это спор мудрецов понятно что можно представить себе что они не хотели говорить об этом напрямую и завуалировали его вот в таком рассказе теперь мы понимаем с вами что есть люди которые готовы проспать 70 лет как бы встать и вернуться в бет-медраж и там с мудрецами разбирать те же вопросы которые не разбирали как раньше это рабе лазар беназарьи а есть мудрецы которые не могут себе представить как можно жить под чужой властью и сохранить и сохранить народ сохранить тору сохранить духовность и вот теперь если мы вернемся если мы вернемся к рабе лазар беназарьи то и представим себе еще еще один его спорт который также отражен в агаде то мы можем представить себе и его позицию что нам с чего нам взять с чего нам начать да можно можно в скобках заметить также может быть относится к агаде что что есть продолжение этой годы у Иосифа Флавия и на нее обычно ссылаются как правило Иосифа Флавия не очень доверяют его информации в его посылках но есть некоторые моменты из скажем агадот или истории которые он сохранил и их принимают на них опираются вот про Хони Маагель рассказывается что его молитва о дождях она была очень действенной и когда когда два брата потомки Хашманаев в 60 году до этой эры начали междоусобную войну Арестобол заперся в храме а Урканус осаждал его то Урканус велел найти Хони Маагель и его привели к Урканусу и он требовал от Хони Маагель чтобы он молился о том чтобы воины Арестобола были перебиты чтобы Урканус захватил храм и смог перебить всех воинов Арестобола Хони Маагель отказался молиться и Урканус его Урканус его убил это как бы для того чтобы представить себе что это было за время и о чем спорили мудрецы на теперь есть какой нам ход с вами сделаем дальше чтобы лучше понять давайте мы наверное вернемся к вернемся к этой Агаде и попытаемся еще представить здесь Рабель Азарбен Азария Рабель Азарбен Азария не случайно говорит что я как семидесятилетний прежде чем сделать сделать свой вывод что что значит что о выходе из о выходе из Египта стоит упоминать и ночью есть давайте есть другой спор есть другой спор есть другой спор Рабель Азарбен Азария между Рабель Азарбен Азария и Рабель Акива спор неожиданный совершенно который нам тоже поможет понять Агаду надеюсь что мне в конце удастся связать все нити так чтобы не запутать вас а представить цельную картину и вот у нас в Сангедрине на 67 листе у нас есть спор между Рабель Акива и Рабель Азарбен Азария спор совершенно неожиданный кажется абстрактным не имеющим никакого отношения к действительности или даже какой-либо вообще теории какой-либо теоретической посылки сказал Рабель Акива лягушка была одна и она наполнена всю землю египетскую Рабель Азарбен Азария утверждал одна была лягушка и она свистнула остальным и они собрались вот у нас в книге Шмот говорится как вы здесь видите наверху и поднялась лягушка речь идет естественно о наказаниях которые обрушились на Египет и как понимать эту одну лягушку Рабель Азарбен Азария понимает что эта одна лягушка была причиной того что появились другие лягушки она вызвала их как бы они собрались со всех мест пришли наполнили нил начали проникать в дома египтян и даже в самих египтян эта лягушка она была только причиной того что появились другие лягушки Рабель Акива говорит это была вообще просто одна лягушка и все и нету ничего и никто нам не поможет и никто не разбирает и мы остаемся на самом деле вот как бы я могу сказать про себя то изначальное впечатление очень тяжелое о чем спорят мудрецы неужели они на это тратят время неужели Рабель Акива как он вообще мог себе представлять что что это была одна лягушка каким образом это одна лягушка это мираж какой-то это голография какая-то лягушка которая находится везде повсюду что это такое никто не вымогает нам остается нам только самим попытаться представить себе что было наиболее важным для этих мудрецов какая тема для них была наиболее важной и что они здесь хотят сказать как бы через эту лягушку вот да и мы понимаем что если мы почитаем другие пасуки с вами пасуки из книги шмот то мы легко с вами поймем что действительно лягушек было много и они были повсюду и сгребали их потом в куче как можно сказать что это была одна лягушка да только только если представить себе да что желание сердца определяет как бы что желание здесь определяет скажем сущность да вот остановился и для того чтобы это понять возьмем отрывок из Итро и остановился там Израиль напротив горы вот во всем народе сказано как об одном человеке потому что когда подошли к горе Сина и у всех было одно сердце одно устремление раши вот значит можно представить себе что когда раби Акива говорит об одной лягушке он говорит что не то чтобы одна лягушка свистнула другим а у всех было одно желание одно устремление как бы сердце если там у лягушки есть сердце вот есть конечно но представим себе да вот и почему почему это важно почему это важно потому что и раби Акива и раби Азарбе Азаря знали что из этих лягушек Хананья и Мишаэля Азария которые были в Бавиле конечно до них во время Вавилонского изгнания они сделали вывод о том что они обязаны пожертвовать своей жизнью во имя Всевышнего что если лягушки лезли в печь то и то уж тем более то уж тем более они люди они должны сознательно пожертвовать своей жизнью во имя Всевышнего если на выходной царь заставляет их склониться перед статуей то они перед ней перед ней не склонятся почему почему Ханане Мишаэле Азаре нужно было обращаться к лягушкам потому что напрямую им неоткуда было выучить статуя на выходной цара была статуей царя по закону они могли и поклониться но для того чтобы не дать сыновьям Израиля забыть о том что они не навечно находятся в Бавиле они отказались склониться статуе царя и вывод они сделали из этих лягушек теперь Рави Акива Рави Азар Беназар сказал как бы была одна лягушка и она списнула другим не не у всех лягушек было одно и то же желание была одна лягушка которая была ведущей а другие действовали по призыву и когда нужно было скажем лезть в печь но не все лягушки лезли в эту печь их было много лягушек у всех было разное желание у всех было разное настроение одни полезли в печь другие не полезли в печь Рави Акива говорит нет у всех лягушек было одно желание у всех лягушек было одно желание и любая из них была готова полезть в печь понятно что понятно о чем идет речь речь идет об обязанности и бороться с той властью, которая стремится поработить сыновей Израиля, стремится поработить сыновей Израиля навечно. Перед глазами ураби Акивы Ханания Мишаэля Азария. И он говорит, что все должны быть такими, как они. Все должны бороться с этой властью, никто не имеет права склониться перед ней. Рабля Азария Назария говорит, нет, нету такой обязанности прямой. Это выбор каждого человека, но обязать всех жертвовать своей жизнью, для того, чтобы вступить в борьбу с этой властью, нету права. Это расшифровка этой Агады. Одна лягушка или две лягушки? На первый взгляд, это напоминает ли Авдельс холостический спор между христианскими авторитетами, сколько ангелов могут уместиться на угольном, на острие иголки. Можно спорить сколько угодно, не имеет никакого практического вывода. Невозможно представить себе, о чем говорят мудрецы, если не связать все концы вместе. И понятно, что мудрецы не хотели говорить об этом напрямую, не хотели приводить мнение Раби Акива, что есть такие ситуации, эта ситуация – это чужая власть, которая вырабощает, когда люди должны пожертвовать своей жизнью только для того, чтобы сбросить эту власть в себя. И мы можем притянуть ниточку Хуни Маагель, который считает, что нельзя проспать 70 лет. То есть проспать-то можно, а когда встанешь, то это уже сам будешь другим человеком или будешь другим человеком, которого никто не понимает. Раби Азарби Назария, он считал, что можно заснуть, проснуться и прийти в Бейт-Медраж, и мы видим, что все здесь ниточки, они связываются. Скажем, не знаю, разворачивать ли как-то здесь дальше цепочку. Давайте все-таки попробую я сократить, чтобы вас не запутать. И скажем, или, или, или. Все-таки давайте здесь продолжим. Вы уж меня извините за колебания, потому что кажется иногда, что не хватает слов. Раби Азарби Назария говорит там же, там же в трактате Брахон, где приводится этот спор про лягушек, он говорит, что пасхальную жертву можно есть до полуночи, а Раби Акива говорит до утра. То есть Раби Азарби Назария, почему он говорит до полуночи? Почему он говорит до полуночи? Потому что до полуночи Всевышний прошел по Египту, и нужно было съесть пасхальную жертву до того, как он пройдет по Египту, и фактически сыновья Израиля уже оказались свободными ночью. Поэтому до полуночи надо съесть пасхальную жертву. Раби Акива говорит до утра. Почему до утра? Потому что утром встали и пошли физически. Мы видим опять, скажем, те же самые посылки. Раби Азарби Назария считает, что духовное освобождение, оно главное. И когда продолжается ночь, продолжается ночь изгнания, происходит освобождение уже в этом изгнании, и это возможно, сохранить духовность ночью. Раби Акива говорит, настоящая свобода приходит только, когда начинают действовать, когда начинают идти. Скажем, это также, скажем, их спор, их мнение. И давайте на секунду вернемся к Агаде, в которой упоминается Бензама. Может быть, еще посмотрим про Бензама. И дальше мы с вами постараемся все это обсудить. Или я постараюсь ответить на ваши вопросы. Теперь мы... То есть, когда бензам... Мудрецы говорят, что о выходе... Мудрецы говорят, что о выходе из Египта будут вспоминать и в дни Машиаха. А Бензама говорит, что в дни Машиаха не будут вспоминать о выходе из Египта. Почему? Потому что чудо, которое произойдет, оно затмит все. Мудрецы считают, что приход Машиаха, он будет более-менее как бы природным путем, путем борьбы, путем становления, становления страны и царства. И не стоит ожидать какого-то колоссального чуда, которое затмит исход из Египта. А Бензама считает, что нет, что такого чуда... Бензама считает, что нет, что произойдет чудо, которое затмит исход из Египта. Значит, Бензама ожидает чудо, а мудрецы нет. Мудрецы готовы к борьбе. Ну, давайте все-таки здесь мы остановимся, чтобы вас не запутать окончательно. И я попытаюсь ответить на ваши вопросы. Мне представляется, что и такого же плана любая Агада. Она говорит о позиции мудрецов, об их отношении к чужой власти, о том, как следует быть в период изгнания, пригнуть ли голову и пережить время изгнания, или это невозможно. Даже если это возможно физически, то сохранить духовность невозможно. Любая Агада, она как-то... Ну, может быть, не любая есть и другой пласт Агадот, но очень многие Агадот, они как бы вот ведут нас в этом направлении. Мне представляется, что научный анализ Агады, он совершенно здесь не... совершенно не уместен, потому что бывает, когда кто-то сравнивает Агаду с, скажем, с мифологией, с мифами, с средневековой философией и так далее, мне представляется, что это все пустое, у Агады есть свой шифр, свой язык, который нужно прочесть, пока мы это не сделали, бесполезно что-то или с чем-то сравнивать. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, то я готов постараться ответить. Есть вопросы? Здравствуйте. Пожалуйста, да-да. Равсель, скажите, пожалуйста, вы упомянули, что к Агаде во многих хешивах относятся так... четыре листа Агады, значит, это не очень много работы, можно пролистать. А когда и в связи с чем началось такое отношение? И мне трудно сказать, когда оно началось, такое отношение, но это, скажем, это факт, да? Это факт, что, скажем, в Ешиве больше занимаются, в Ешиве больше занимаются законом самой, Гемарой, Раши, Тософот, сравнением, выяснением, выяснением закона, но не занимаются, не занимаются духовной стороной, исторической стороной, практически совершенно не занимаются, не занимаются этим, да? Если кому-то кто-то интересно, может быть, он сам посмотрит, но тоже считается, что тратить много времени на Агаду это не является изучением Торы. Это факт, это то, что мы с вами как бы имеем в нашей жизни. И приходится, как бы все эти моменты приходится восполнять восполнять самостоятельно. Когда это началось, трудно сказать. Мы видим, что мудрецы Талмуда уделили внимание и уделили внимание закону, и не захотели его совершенно, как бы полностью отделить от духовной части. И пришла Агада, о которой рассказывает нам и вот в основном как бы о позиции мудрецов, о их взгляде на чужую власть, на изгнание. Но есть Агадот, которые рассказывают и о духовных, и о духовных мирах, скажем, да, и дают какие-то глубокие комментарии к Танаху, к пророкам. Мы можем, как бы, извлечь из этих Агадот. К сожалению, последующие поколения оставили, как бы, если так можно сказать, уцепились за формальную часть и духовную часть оставили в основном без изучения. Понятно, что легче разбирать какие-то логические построения, заниматься с сравнением высказываний мудрецов, перебирать их, чем, скажем, пытаться проникнуть в духовную сущность, в духовную сущность материала, в духовную сущность Агады. Большой критике, как бы, систему изучения Талмуда в Яшивах подверг Маарал, мудрец, пражский мудрец 16-го, 16-го века, и он пишет о том, что, как бы, одна из 16-го, 17-го века, начала 17-го века, он пишет о том, что одна из наших проблем в том, что Тусафот, комментарии учеников в Раши, напечатали на странице Талмуда. То есть, он считает, что вот такого сравнительного анализа, которым увлекаются Тусафот, совершенно он не является, совершенно не является необходимым. Достаточно было и комментария Раши, которые поясняют текст Талмуда, и совершенно не нужно было, скажем, поднимать еще один пласт логики, сравнения и так далее, которые есть в Талмуде. Маорал написал целый, как бы, целый сборник пояснения Агадот и принципов рассмотрения Агадот. Вот, видимо, скажем, его изучают некоторые люди, но в Яшивах, как бы, чтение Маорала, оно не считается как бы общепринятым занятием или, так скажем, очень полезным занятием. Так, можно, как бы, оно, вот. Это та ситуация, которая у нас есть, поэтому я все время говорю, что та ситуация, в которой мы находимся, она требует, она требует исправления. и, скажем, нужно уделять и внимание и закону, и, безусловно, нужно уделять понимание духовной части, и нужно представлять себе, какие проблемы возникают из-за того, что люди думают, что все непосредственным образом выводится из отрывков Тора и Мудрец, когда он устанавливает закон, особенно пуским, что они вот знают, каким образом из-за отрывка Тора выводится закон. То, что можно сказать, то есть, конкретного ответа у меня на это нету, когда это началось, когда вот отодвинули Агаду на задний план, видим, что Маорал уже в 16-17 веке он видит эту проблему. Окей. Есть что? Когда-то было время, что было по-другому, а потом поменялось. Мне об этом времени неизвестно. Наверное, было. Наверное, было. Мы видим в Талмуде, что, скажем, есть среди мудрецов специалисты в Галахе, так сказать, если можно так разделить. Есть люди, которые специалисты в Агаде. И из-за того можно понять, что мудрецом Тора считался тот, кто не только занимался законом, восстановлением вывода закона из посылков Торы, но и тот, кто занимался Агадой. Например, про раби Ашуа бен Леви говорится, что он был специалист в Агаде, один из мудрецов Тора, один из мудрецов праведников. Это не значит, что он закон не знал, безусловно, но его специализация была Агада. Видимо, скажем, после завершения Талмуда такие мудрецы поставили своей целью, скажем, если мы возьмем период Гаонов, то мы здесь уже не видим особого соотношения с Агадой, только с законом. Правда, один из последних Гаонов, Раф Шрира Гаон, он пишет письма, такие заметки, в которых он, скажем, пытается, если так можно сказать, восстановить историю, исторический план передачи Торы из поколения в поколение, и он соотносится там и с Агадой тоже, то есть не только закон его интересует, но в основном, скажем, в период Гаонов, который наступает почти сразу после эпохи Талмуда, он, скажем, мы не видим такого большого отношения, интереса к Агаде. Окей. Из-за этого, конечно, бывают самые абсурдные, из-за неумения анализировать Агаду, из-за неумения понимать, понять, что она говорит своим языком, из-за этого бывают самые абсурдные выводы, которые, конечно, недопустимы. Окей. Ладно. Агадот воспринимались иногда как исторический какой-то источник, вот вы говорите, да, что историю восстанавливали, тоже опираясь на Агадот, можно их иногда воспринимать? Есть, да, есть, конечно, есть Агадот, которые говорят нам об истории, вот я думаю, что сейчас привести, безусловно, скажем, если говорить о восстании, великом восстании, то, что называется, 65-68 года, которое привело к разрушению храма, то есть очень много Агадот, которые, скажем, есть Агадот, которые в трактате Гитин, которые нам рассказывают и о том, как Раби Юханан Бензакай решил выйти из города и как его вынесли из города его ученики, Раби Лезер, Раби Яшуа вынесли как мертвого, скажем, завернутым или там в гробу, потому что защитники города не давали никому выходить из города, они сказали, что вот мудрец умер, хотели его похоронить, похоронили, как бы, да, ночью он встал и пришел к Веспасиану и попросил у него, предсказал ему, что Веспасиан будет царем и попросил у него, чтобы Веспасиан дал город Явны для изучения Торы, чтобы там могли мудрецы собраться и изучать Тору, Явны, и мудрецов Торы попросил Раббан Йоханан бен Закай. Ну, скажем, пример Агады, который говорит об истории и, конечно, она тоже требует анализа и здесь требуется сравнить эту Агаду с тем, что мы говорили в трактате Гитин в Иерусалимском Талмуде, в Вавилонском Талмуде есть еще Агада в Иерусалимском Талмуде, чтобы понять какой-то исторический пласт, нужно сравнить эти Агадот. Конечно, скажем, есть Агадот, которые рассказывают некоторую историю или поднимают какой-то исторический пласт, но такого исторического повествования совершенно как бы уже четкого и какой-то исторической линии мы вряд ли сможем построить по Агадот Талмуде только отдельные элементы, отдельные эпизоды. У меня тогда вопрос к вам. Скажите мне, я вас не запутал окончательно? Мы с вами что-то выучили, разобрали, спор Раби Лазар Беназар и Раби Акива относительно лягушек, он понятен немножко? Одна лягушка или много лягушек? Более-менее понятен. Позиции их тоже понятны более-менее. Раби Зеев и Мажный? Ой, извините, если вы хотите... Нет-нет-нет, давайте-давайте, лучше вы, давайте. Но я, собственно, немножко повторю то, что вы говорили, чтобы попытаться сформулировать. И я слышала, что Агада это такой особый язык, в том числе эстетический язык, который как бы не получил развития мирового из понятных обстоятельств, из-за прерывной традиции и всего. И я как бы с той мыслью, что мы можем учить не только из Агады и всего Талмуда, но вот может быть дальше на уроках мы, может быть, мы сможем понять какую-то эстетику иудаизма? Эстетику иудаизма. Ну, конечно, то есть Агадана касается всего, скажем, если и понятие эстетики, и понятие красоты, она подходит к этому по-своему, конечно, можно все это сделать. Я боюсь, что не знаю, в нашем ли курсе мы сможем уложиться. наша задача как-то посмотреть на традицию, на иудаизм. И мне очень хотелось познакомить вас с Агадой в этом, скажем, в этом плане ее скрытого языка и скрытого, потому что, скажем, речь идет, если так можно сказать, о политических решениях, а еще более точнее о восстании, о борьбе с чужой, о борьбе с чужой властью. Вот, я очень хотел с вами как бы приоткрыть этот пласт. Можем с вами взять и можем с вами, скажем, вот, если у нас есть немножко времени, можем для примера, у меня, к сожалению, сейчас я не буду искать чекст, не знаю, приготовил ли я этот текст, секунду, 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 посмотрим. Нет, да, я могу вам пересказать, да, могу вам пересказать и просто о году из, да, вот, из трактата, из трактата сута, да, вот, и можем ее представить как бы другой, другой несколько пласт, скажем, не совсем политический, да, вот, попробую своими словами пересказать, близко к тексту, да, рассказывается, в трактате сута рассказывается о царе, о царе Шламо. Царь Шламо готовился к строительству храма, и он решил не использовать металлические инструменты для обчесывания камней, хотя Галаха запрещает только камни жертвенника обчесывать металлическими инструментами, камни жертвенника должны быть природными, скажем, выбранными там из ручья или у моря большие камни, но не обточенные человеком, а только природой. Царь Шламо распространил этот запрет на все работы на все работы в храме на храмовой горе, но как как быть? Ему для этого нужно было какое средство, и он решил найти того жучка Шамира, который называется Шамир, которым пользовался Маше при строительстве Мишкана. Напоминаю, что мы говорим с вами об Агаде. Этот жучок Шамир, если его положить на скалу, то он ее разрезает. Где этот жучок Шамир? Царь Шламо думал, что он находится у главного из всех то, что по-русски называется чертей, шидин, у Ашмедая. И он направил своего слугу к Ашмедаю, и когда тот пришел в пустыню, где обитает Ашмедай, он увидел, что Ашмедай поднимается к небу, потом спускается на землю, на небе он пьет росу, на земле, он пьет из колодца, тогда слуга Шламо прокопал под этим колодцем дыру, выпустил воду, налил вино, Ашмедай, когда спустился, открыл колодец, он почувствовал запах вина, не смог удержаться, выпил, тогда слуга Шламо одел на него цепь с именем Всевышнего привел к Шламо, Ашмедай узнал у Шламо, где находится жучок Шамир, как его достать, я не буду сейчас все подробности, достали этого жучка Шамира, который разрезает камни, царь Шламо построил храм, и вот, когда он уже построил храм, он спросил у Ашмедая, скажи мне, а в чем твоя сила? Ашмедай сказал, пусть меня снимут с меня имя Всевышнего, ошейник с именем Всевышнего, и когда Шламо это сделал, Ашмедай уперся одним крылом в небо, другим крылом в землю, и отбросил Шламо на 400 на 400 парса. Шламо дальше блуждал, утверждал всем, что он, царь Шламо, никто ему не верил, пока он не пришел в Сан-Идрин, и там не решили, что человек не может быть сумасшедшим, только в одном, во всем остальном он нормальный, в одном только он сумасшедший. Проверили, увидели, что на троне вместо Шламо сидит Ашмедай и изгнали Ашмедая, царь Шламо вернулся на трон. Дальше есть спор между Равом и Шмуэлем, вернулся ли он как бы полностью, или он так и не смог восстановить себя, царь Шламо. Прочитали, замечательная сказка, пересказывает всем детям, да, пересказывает всем детям, вы нигде не найдете объяснения, да, я ображу брошение кроме одного места в книге Малахим с моими комментариями. Вот, объяснение, оно примерно такое, да, что нам говорят о проблемах самого царя Шламо, рассказывают о его проблемах человека очень интересного, перед которым стояла задача исправить весь мир, и о его неудачах, да, когда нам говорят о, когда нам говорят о каких-то чертях и так далее, нам говорят о самом человеке, о его проблемах, которые есть у него, Ашмедаи, это сам царь, это сам царь Шламо, да, и он поднимается к небу, спускается вниз, царь Шламо стремился соединить небо и землю разными способами, для того, чтобы благословение Всевышнего было постоянно, и не приживалось, оно постоянно было, как бы, да, небо, его благословение было постоянно на земле, он пытался передать все духовные сущности через храм, который он строил, и строил даже не потому, как ему велел его отец Давид, он привнес туда много своего, скажем, своих соображений, он пытался полностью через материальные образы отразить духовный мир, сделать так, чтобы человек, входя в храм, он и как бы тут же все понимал и ощущал духовный мир, пытался соединить духовный мир и материальный мир напрямую, поставил перед собой задачу, наверное, невыполнимую, да, и когда у него это не получалось, он впал, он впал в, он впал в депрессию, да, и это депрессия, это Ашмадай, это Шет, который черт, который живет как бы в нем самом, когда был завершен храм, он на мгновение придумал, подумал, что ему удалось это сделать, да, удалось это сделать, и это Ашмадай, который освобождается, который снимает с себя имя Всевышнего, то есть это неправильная мысль, которая ставит вообще человека на место Всевышнего, потому что соединить духовный и материальный мир напрямую не может никто, если это кто-то может сделать, значит, он как сам творец, или вообще сам творец, да, как только он представил себе, что он это сделал, это говорит то Ашмадай, который крылом коснулся неба и коснулся земли, он сразу же потерял себя, потерял себя, потерял свою мудрость, потерял те свои знания, которые были у него, и пока он не пока он не раскаялся, не осознал то, что произошло, как бы ему не удалось вернуться как бы к самому себе, раб Ашмадай спорит о том, он вернулся полностью, или все-таки он как бы пострадал на этом деле и частично утратил себя. Это еще один пример Агады, да, и таких примеров можно привести много, когда Агада является каким-то очень сложным моментом, приоткрывает духовный мир, приоткрывает духовное искание таких великих людей, как Шламу. Вот это еще, скажем, один пример. Есть что-то, что хочется спросить? Следующее занятие у нас намного проще. Я хотел с вами посмотреть книгу Зоор, но это проще. Я уверяю, это проще, чем Агада, да, потому что там есть много таких философских моментов, в общем-то, понятных, и, скажем, есть много моментов непонятных, но, в принципе, книга Зоор, она довольно-довольно прозрачна, есть толк, конечно, к ней приглядеться, опять же. Есть какое-то мнение сейчас насчет того, кому вообще можно изучать книгу Зоор, потому что, я так понимаю, что это было запрещено, не запрещено, запрещено, да, изучать таким там, всем подряд. Я говорил вам свою позицию, да, если говорить серьезно, то никаких четких запретов, никаких четких запретов нету, да, это как бы на усмотрение самого человека или на человека, который берется рассказывать, что-то объяснять, значит, можно это все, насколько можно это объяснить, свести к простому, понятному смыслу, или просто запутать людей, навести тень на плетень, туман и, скажем, куда-то превратить это в опиум для народа, да, то есть никаких запретов четких нету, здесь нужна, в этом деле нужна голова, когда, когда мне задают такой вопрос, можно ли учить книгу Зовер, там, скажем-то, сорока лет, или когда нету двух детей, я, или что-то такого, о, рода, я всегда говорю, тебе нельзя, потому что, спрашиваю, почему именно мне нельзя, я говорю, потому что, если бы хотел, не спрашивал, а такие вещи нельзя учить без большого, без большого желания, это позиция Рафа Кука, на самом деле, которую он четко, совершенно изложил, что человек для того, чтобы учить подобные моменты, у него должно быть знание Талмуда и Галахи, но, если его, скажем, тянет и влечет, то он может перескочить через ступени, учить и книгу Зовара, и другие моменты, и другие важные вещи из нашей традиции, только он требует того, чтобы человек понимал и помнил, что у него есть определенный недостаток из-за того, что он перескочил что-то, да, вот, я не собирался с вами учить как бы подробно, но взять некоторые моменты, для того, чтобы представить себе Рабшмон Барьюхая, его позицию и, скажем, отличие книги Зовара от Талмуда, позиции книги Зовара от Талмуда, вот, это мне хотелось бы вместе с вами представить. Окей. Есть что-то еще, что хочется спросить? Я как бы не получил ваших вопросов по тому материалу, который мы с вами посмотрели, опять у меня такое же чувство, что либо все понятно, либо все непонятно совершенно. И никак я не могу определить, тут, наверное, не бывает середины, я не могу определить, где мы с вами вместе находимся, там, где все непонятно. И вот, да, вот Лена пишет нам, давайте впечатление, что там, так, вот, да, Олег говорит, было ли бы интересно по возможности разобрать еще несколько годов на ваш выбор, заказ принят, постараемся сделать это в следующий раз. Поясните, году просвечу Исава и Якова. Исав хотел посылать Якова в шею, но укусил его при этом, и тогда Всевышний сделал в шею каменной. Во-первых, я бы сказал, насколько я помню, это не Агада, это Медраж, из Медраж Раба, и тут вы правы в том плане, что, наверное, надо было бы, это очень трудно сделать, пояснить разницу между Медражем и Агадой. Самое простое, то, что можно представить себе, это то, что Агада, я как бы придерживаюсь всегда такого определения, что Агада это то, что записано в Талмуде, а Медраж это то, что записано в книгах, которые называются Медражим. Основная из них Медраж Раба, как бы большой Медраж, который был составлен раньше Талмуда, имеет совершенно другой характер, а там просто есть, приводится сведения, действительно, идет глава за главой, есть комментарии, развертка как бы главы, сообщения тех сведений, которых не хватает, как бы не хватает в тексте Торы. Тормуды, да, вот, и то, что, пожалуйста, мы можем с вами разобрать эту Агаду, почему Яков, почему Исааву укусил Якова при встрече, вот, мне бы не хотелось разобрать с вами то, что вы можете услышать в других местах в тысячи вариантов, но в принципе как бы здесь скажем есть намек в самом тексте есть намек на самом тексте есть два слова близкие, да, на шаг это поцеловал, а на шаг укусил и хотя в тексте написано на шаг поцеловал есть намек что там нужно поменять букву в самом тексте стоит точка просто которая указывает на то, что нужно поменять букву и сделать из слова на шаг на шаг да, и поцеловал но на самом деле укусил или хотел укусить да, и отсюда как бы или к этому месту крепится крепится мидраж да, вот можно представить себе, что шея как бы она соответствует храму и основное что против скажем основная борьба Исаава с Яковым это за храм Яков хочет Яков хочет воздвигнуть храм для того, чтобы соединить духовный и материальный мир Исаав не представляет себе как духовный и материальный мир могут соединиться он живет в основном материальном мире есть у него представление о духовном мире но он совершенно не представляет их соединение поэтому его борьба с Яковом на скажем на уровне или в той точке где есть храм соединения духовного и материального мира это то что можно сказать по поводу этой годы да дальше можно я бы спросил да а почему все таки а почему не разобрать а году который есть в Талмуде который рассказывает про борьбу борьбу Якова и Исаава и в трактате Хулин подробно разбирается а как Исаав все таки или ангел Исаава как он поразил Якова и кто был этот ангел Исаава и так далее то есть короче конца этому конца этому нету но пожалуйста я готов пробовать отвечать на ваши вопросы но моя цель как бы это показать принцип показать глубину да вот а дальше как бы мы с вами все не успеем разобрать может быть вы дальше сами как-то будете пробиваться вот это была моя идея да Равзей спасибо на самом деле цель ваша достигается потому что сколько я не пытался у меня точно так же все смешивалось в одну где в чем различия не понимала и теперь особенно ваши вопросы на самом деле помогают после урока как бы все это структурировать хорошо я попытаюсь сделать вопрос я стал задавать совсем простые вопросы хорошо я постараюсь сделать вопросы которые структурируют как вы говорите постараюсь хорошо ладно хорошо если нету вопросов тогда мы с вами закроем наш форум большое спасибо всем за внимание надеюсь что не запутал вас окончательно как говорят дал вам пищу для размышления дальнейшего очень надеюсь на это вот и уже жду следующей встречи с вами когда мы сможем с вами обсудить и Агадот как вы просили некоторые и посмотреть книгу Зор о чем она говорит окей КОНЕЦ Продолжение следует...